Пограничное положение Австрии создало удивительное культурное разнообразие. В последние годы Европа столкнулась с миграционным кризисом. Здесь люди спокойно переходят через мост в соседнюю страну. Многие австрийцы внезапно оказались национальными меньшинствами в новых странах. Экологические проблемы также не знают границ. Пограничное положение Австрии создало ряд особых географических и культурных феноменов. Отдельно стоит упомянуть гастрономический туризм. И узнаем, как живут люди на стыке разных культур и языков и традиций. Добро пожаловать в увлекательное путешествие по границам Австрии. Страны, которая соседствует с 8-ю государствами. Сегодня мы отправимся в виртуальный тур по этому уникальному европейскому перекрестку. И узнаем, как живут люди на стыке разных культур и языков и традиций. Австрия расположена в самом сердце Европы и граничит свою семью странами. На севере Германия и Чехия, на востоке Словакия и Венгрия, на юге Словения и Италия, а на западе Швейцария и крошечный Лихтенштейн. Природа сама создала границы Австрии. На западе и юге возвышаются величественные Альпы, образуя естественный барьер с Италией и Швейцарией. Эти горы не только определяют границы, но и играют ключевую роль в экономике и культуре страны. На востоке страны простираются равнины, плавно переходящие в венгерскую пушту. Здесь граница менее очевидна и культуры двух стран тесно переплетаются. Река Дунай – одна из самых важных водных артерий Европы. Она течет через северную часть страны, образуя часть границы со Словакией. Дунай – не только природная граница, но и важный транспортный путь, соединяющий Австрию с другими странами Центральной и Восточной Европы. Эта уникальная география создает для Австрии как вызовы, так и возможности, делая ее настоящим мостом между Западной и Восточной Европой. Возьмем, к примеру, горнолыжный курорт Инсбрук. Расположенный в сердце Альп, он находится всего в часе езды от итальянской границы. Это позволяет туристам легко совмещать катание на лыжах с посещением итальянских городов, таких как Бальцана, создавая уникальный австро-итальянский опыт отдыха. Чтобы понять современную Австрию, нам нужно совершить путешествие во времени. Когда-то Австрия была сердцем, могуществом империи Габсбургов, которая простиралась от Балкан до Северной Италии, а Вена была столицей многонационального государства, где сосуществовали десятки народов и культур. Империя Габсбургов, просуществовавшая более 600 лет, оставила глубокий след в культуре и менталитете австрийцев. Она была одним из самых долговечных государств в европейской истории, и ее наследие до сих пор ощущается во многих аспектах австрийской жизни. Например, знаменитая венская кофейная культура – это прямое наследие имперских времен. Первые кофейни в Вене появились в конце 17 века, после отступления турецкой армии, осаждавшей город. Легенда гласит, что турки оставили мешки с кофейными зернами, которые австрийцы сначала приняли за корм для верблюдов. Сегодня венские кофейни, такие как Кафе Централь и Кафе Захар – это не просто места, где можно выпить кофе, а настоящие институты культуры, где сохраняется дух Старой Вены. Кстати, я снимала недавно видео, можно посмотреть его по ссылке, вот сейчас здесь оно появится, о том, как появилась в Вене австрийская культура. У меня даже было несколько видео об этом, ищите на канале. Первая мировая война положила конец этой империи, а в 1918 году Австро-Венгрия распалась, и на ее месте возникли новые независимые государства. Австрия превратилась из огромной империи в небольшую Альпийскую республику. Этот исторический поворот имел глубокие последствия, многие австрийцы внезапно оказались национальными меньшинствами в новых странах. А сама Австрия должна была заново определить свою идентичность и роль в Европе. После Второй мировой войны Австрия оказалась на линии раздела между западным и восточным блоками. Страна приняла политику нейтралитета, что позволило ей стать мостом между двумя сторонами железного занавеса. Интересный факт. В послевоенный период Вена стала важным центром международной дипломатии именно благодаря своему нейтральному статусу. Город часто выбирали для проведения важных переговоров между Востоком и Западом. Например, в 1961 году здесь состоялась историческая встреча между президентом США Джоном Кеннеди и лидером СССР Никитой Хрущевым. Сегодняшние границы Австрии – это результат именно этих исторических процессов. Они отражают как древние культурные связи, так и политические решения 20 века. Понимание этой истории важно для осмысления современной жизни на австрийских границах. Пограничное положение Австрии создало удивительное культурное разнообразие. Путешествуя по стране, вы можете заметить, как меняются диалекты, архитектура, даже кухня. Давайте поговорим о языке. Хотя официальный язык Австрии – немецкий, он звучит здесь совсем иначе, чем Германия. Австрийский вариант немецкого языка имеет свои особенности в произношении, лексике и даже в грамматике. Например, в Форальберге на западе страны говорят на диалекте, который ближе к швейцарскому немецкому. Например, вместо стандартного немецкого guten Tag – добрый день, здесь скажут grüzi. То же самое значит – это добрый день. На юге Каринтии можно услышать славянские слова, вплетенные в местный говор. Например, слово jauze, что означает полдник, пришло в австрийский, немецкий и славянского языка. А в Бургенландии, на востоке, австрийский, немецкий приобретает венгерский акцент. Здесь вы можете услышать такие слова, как palachinken – это блинчики. Вместо стандартного немецкого – pfankuchen. Кстати, в Вене тоже употребляют слово palachinken. Когда ты говоришь pfankuchen, они на тебя смотрят, ты долго жил в Германии, наверное, да? Интересный факт. В Австрии есть официально признанные языковые меньшинства. Славянский язык имеет официальный статус в некоторых районах Каринтии и Штирии, а венгерский и хорватский – в некоторых частях Бургенланда. Давайте поговорим о кухне. Австрийская кухня – это настоящий плавильный котел европейских вкусов. Здесь можно найти влияние итальянской, венгерской, чешской и балканской кухонь. Венский шницель, пожалуй, самое известное австрийское блюдо. Оно имеет итальянские корни, я уверена, вы этого не знали. Считается, что оно произошло от миланской котлеты, которую австрийские офицеры попробовали в Италии в XIX веке. Гуляш – популярное блюдо в восточной Австрии, пришел из Венгрии. Но австрийцы адаптировали его по-своему, сделав его менее острым и добавят сметану. Настоящие гурманы. Кнёдлики – популярные в северной части страны, имеют чешские корни. В Австрии их часто подают как гарнир к мясным блюдам. А еще есть кнёдлики, которые внутри с абрикосами. Например, я очень их люблю. Штрудель, хоть и считается типичным австрийским десертом, на самом деле имеет турецкие корни, что напоминает о временах, когда Османская империя стояла у ворот Вены. Например, в вемском кафе Демель, основанном еще в 1786 году, до сих пор готовят десерты по рецептам имперских времен. Здесь можно попробовать знаменитый торт Захер, который стал предметом длительного судебного спора между кафе Демель и отелем Захер о том, кто имеет право на оригинальный рецепт. Архитектура также отражает это смешение культур. В Вене вы увидите величественные здания в стиле барокко, напоминающие о имперском прошлом. А в маленьких пограничных городках можно встретить дома, которые выглядят так, как будто их перенесли из соседних стран. В фестивале традиций в таких приграничных районах часто объединяют элементы культуры по обе стороны границы. Например, карнавал в Вилахе недалеко от славянской границы включает в себя как австрийские, так и славянские элементы. Это культурное разнообразие не просто наследие прошлого. Оно активно влияет на современную австрийскую идентичность, сделая страну уникальным европейским перекрестком. Жизнь на границе восьми стран создает особенные экономические возможности для страны. Давайте рассмотрим, как это влияет на экономику страны и повседневную жизнь ее жителей. Во-первых, пограничное положение делает Австрию идеальным местом для международной торговли. Страна служит важным транзитным узлов для товаров, перемещающихся между Восточной и Западной Европой. Это привело к развитию мощного логистического сектора. Например, Вена является домом одного из крупнейших речных портов в Европе. Порта Фройденау-Андунай. Анде-Донау на Дунай. Хотела совместить. Этот порт обрабатывает миллионы тонн грузов ежегодно, связывая Австрию с другими придунайскими странами и Черным морем. Интересное экономическое явление, характерное для приграничных районов Австрии, это маятниковая миграция. Тысячи людей ежедневно пересекают границу, чтобы работать в соседней стране. Это называется Pendling по-немецки. Например, многие словаки работают в Вене, пользуясь высокими австрийскими зарплатами, но живут в Словакии, где стоимость жизни намного ниже. Туризм – еще одна важная отрасль экономики, которая выигрывает от пограничного положения Австрии. Горнолыжные курорты на границе с Италией и Швейцарией привлекают туристов и возможностью кататься в нескольких странах за одну поездку. Яркий пример – регион Адельберг, где расположены знаменитые курорты Сан-Антон и Лех. Здесь лыжники могут легко переместиться из Австрии в Швейцарию, катаясь по единому ски-басу. Розничная торговля в приграничных районах также имеет свои особенности. Часто можно увидеть торговые центры, расположенные прямо на границе, которые привлекают покупателей из обеих стран разницы в ценах и в ассортименте. Например, торговый центр Гейдрай или G3 – Shopping Resort Герасторф, расположенный недалеко от Словацкой границы, стал популярным местом шоппинга для жителей Братиславы, привлекая их к более высоким ассортиментам и возможностью возврата налогов. Однако экономическая жизненная граница приносит не только выгоды, но и вызовы. Различия в налоговых системах в трудовом законодательстве соседних стран могут создавать сложности для бизнеса и для самих работников. Кроме того, экономические кризисы в соседних странах могут быстро отразиться на приграничных регионах Австрии. В 2017 году Австрия ввела минимальную заработную плату в 1500 евро для работников стран Восточной Европы, чтобы защитить свой рынок труда от социального демпинга. Это вызвало напряженность в отношениях с соседними странами и поставило некоторые австрийские компании в сложное положение. В целом пограничное положение Австрии – это мощный экономический ресурс, который страна успешно использует, балансируя между возможностями и рисками международной интеграции. Так как же выглядит повседневная жизнь в австрийском приграничье? Для многих жителей граница – это не барьер, а часть ежедневной рутины. Возьмем, к примеру, город Гмюнд на границе с Чехией. Здесь люди спокойно переходят через мост в соседнюю страну. Кто на работу, кто в школу, а кто просто выпить кофе с друзьями. Многие семьи имеют родственников по обе стороны границы. И воскресные обеды часто превращаются в маленькие международные встречи. Интересный факт. В Гмюнне есть уникальный трансграничный проект – австрийско-чешский образовательный центр. Здесь дети из обеих стран учатся вместе, изучая оба языка и культуры с раннего возраста. В Бургенландии, например, на границе с Венгрией, многие австрийцы регулярно ездят за покупками в соседние венгерские города, где некоторые товары дешевле. А венгрии, в свою очередь, приезжают работать на австрийские фермы и винодельни. Например, небольшой городок Мюрбиш-Амзи известен своим ежегодным оперным фестивалем на озере Ноэсид-Лазей. Этот фестиваль привлекает тысячи посетителей из Австрии и Венгрии, становясь символом культурного обмена между двумя странами. Интересно, что в некоторых приграничных районах люди часто смотрят телевидение с соседней страны и следят за ее новостями. Это создает общее информационное пространство, где местные события рассматриваются с разных национальных перспектив. Спорт также играет важную роль в приграничной жизни. Нередкость увидеть австрийские и славянские команды, играющие в одной любительской лиге, или лыжников, которые за один день катаются на склонах двух разных стран. Еще один яркий пример – это горнолыжный курорт Насфельд на границе с Италией. Он предлагает уникальную возможность кататься в двух странах. Лыжники могут начать свой оттенок в Австрии и закончить его в Италии, а потом вернуться на подъемники обратно в Австрию. Однако жизнь на границе имеет и свои сложности. Различия в законодательстве могут создавать неожиданные проблемы. Например, лекарство, легально купленное в одной стране, может оказаться запрещенным при пересечении границы. Но несмотря на эти вызовы, большинство жителей приграничья ценят свое особое положение. Они видят себя не только австрийцами, но и гражданами границы, живущими вместе, где ежедневно встречаются разные культуры и традиции. Образование в приграничных районах Австрии отражает удивительное положение страны. Здесь школы часто становятся мостами между разными культурами и языками соответственно. Это не только помогает сохранять культуру национальных меньшинств, но и дает австрийским детям преимущество в освоении иностранных языков. Например, двуязычная федеральная гимназия в Клагенфурте предлагает обучение на немецком и славянском языках. Здесь ученики не только изучают оба языка, но и погружаются в культуру обеих стран через совместные проекты и обмены. Интересно, что в некоторых приграничных районах дети могут посещать школу в соседней стране. Например, в городе Гмюнт, о котором я уже упоминала выше, есть чешские дети, которые каждый день пересекают границу, чтобы учиться в австрийской школе. Высшее образование также отражает пограничное положение Австрии. Многие австрийские университеты предлагают программы, ориентированные на сотрудничество с соседними странами. Например, университет Клагенфурта имеет специальные программы, связанные со славянским языком и культурой. Fun fact! Университет Инсбурга предлагает уникальную программу «Трансграничные исследования», где студенты изучают культурные, экономические и политические аспекты жизни в приграничных регионах Европы. Языковое образование для взрослых также процветает в приграничных районах. Многие австрийцы посещают курсы языков соседних стран, видя в этом возможность для карьерного роста, ну или просто для лучшего понимания своих соседей. Например, в Вайзенштадте, столице Бургенландо, существует популярная программа «Язык соседей», где взрослые могут изучать венгерский, хорватский или словацкий языки. Эти курсы особенно популярны среди предпринимателей и работников сферы услуг. Важно отметить, что образование играет ключевую роль в формировании идентичности пограничных жителей. Через школьные программы и культурные обмены молодое поколение учится видеть границу не как барьер, а как возможность для обогащения своего опыта и знаний. Различия в образовательных стандартах соседних стран могут создавать трудности при переходе учеников из одной системы в другую. Кроме того, существует постоянная необходимость балансировать между сохранением национальной идентичности и развитием международного взгляда на мир. В целом, образование в приграничных районах Австрии – это классный эксперимент по созданию по-настоящему европейской модели обучения, где границы между странами становятся все более размытыми. Пограничное положение Австрии создает отличные возможности для туризма и отдыха. Здесь, например, путешественники могут насладиться разнообразием культур и природных ландшафтов, часто даже не покидая предела в одной стране. Начнем с Альп. Горнолыжные курорты на границе с Италией и Швейцарией предлагают классный опыт катания сразу в нескольких странах. Например, курорт Ишкль в Тироле связан подъемниками со швейцарским самнаумом, позволяя лыжникам пересекать границу прямо на склонах. Это не только интересный опыт для туристов, но и пример того, как границы могут объединять, а не разделять людей. Фанфект. В Ишкле есть магазин дьюти-фри прямо на горнолыжной трассе. Здесь лыжники могут купить швейцарские часы или шоколад, не снимая лыж. Но не только зимние виды спорта привлекают туристов в приграничные районы Австрии. Летом популярностью пользуются велосипедные маршруты вдоль Дуная. Один из самых известных – Дунайская велодорожка, которая начинается в Германии, проходит через всю Австрию и заканчивается в Венгрии. Это самое настоящее европейское приключение, позволяющее увидеть, как меняются ландшафты и культуры вдоль Великой реки. Давайте рассмотрим пример. Это маршрут от Пассау до Вены, протяженностью около 340 километров. Он считается одним из самых живописных участков Дунайской велодорожки. Здесь велосипедисты могут увидеть средневековые замки, живописные деревушки и знаменитые виноградники Вахау. А озеро Ноэзи-Длязи, расположенное на границе с Венгрией, привлекает любителей водных видов спорта и бёрд-вотчинга. Для тех, кто не знает, что это значит, люди любящие наблюдать за птицами. Интересно, что часть озера находится в Австрии, а часть – в Венгрии, что создает особую экосистему международного сотрудничества в области охраны природы. Для любителей истории культуры приграничные районы Австрии предлагают множество интересных мест. Например, город Зальцбург, расположенный недалеко от немецкой границы, известен не только как родина Моцарта, но и как место, где переплетаются австрийские и баварские традиции. Ну а для тех, кто будет путешествовать из Вены до Зальцбурга на машине, могут заметить, что часть маршрута они проезжают именно по Германии. То есть там у вас будет меняться. И на телефоне приходит смс-ка, это из опыта. И на маршруте вы тоже увидите, что вы сейчас едете часть пути по Германии. Фанфект. В Зальцбурге проводится ежегодный фестиваль «Зальцбургские недели», который считается одним из самых престижных музыкальных событий в мире. Он привлекает тысячи посетителей из соседней Германии и других стран. Интересно. Второй фанфект – это то, что когда я училась в Вене в пиар-школе, то моей дипломной работой нужно было выбрать одну из двух фирм. Это были «Зальцбургские недели» как раз. Или человек, который представлял продукцию из насекомых. Он даже приносил свои пробы, но я, это было в далеком 2015 году, я не хотела ничего такого пробовать. Поэтому я свою дипломную работу сделала для «Зальцбургской недели». Выбрали они ее или нет, я не знаю, но они очень похвалили и сказали, что у них концепт был очень похож на мой. Или мой очень похож на их. Интересно. Давайте продолжим. Отдельно стоит упомянуть гастрономический туризм. Приграничные регионы Астри предлагают возможность попробовать различные блюда разных кухонь. И это все не покидая предела в одной стране. А винные маршруты в Бургенландии, например, позволяют дегустировать как австрийские, так и мунгерские вина. Давайте рассмотрим пример винной дороги на юге Штирии. Она известна как Южно-Штирийская винная дорога. Проходит через живописные виноградники на границе со Словенией. Здесь туристы могут попробовать знаменитое белое вино Штирийский савиньон и насладиться блюдами австрийской и, соответственно, славянской кухни. Однако туризм в приграничных районах сталкивается и с определенными сложностями. Различия в законодательстве соседних стран также могут создавать неудобства для туристов. Например, правила дорожного движения или режим работы магазинов могут существенно отличаться при пересечении границы. Несмотря на это, пограничное положение Австрии все еще остается одним из ее главных туристических преимуществ. Жизнь на границе восьми стран, несмотря на все свои преимущества, создает ряд серьезных вызовов для Австрии. Давайте рассмотрим некоторые из них и наиболее значимые. Первая и, пожалуй, самая очевидная проблема – это безопасность и контроль границ. Хотя Австрия является частью Шенгенской зоны, что облегчает, соответственно, передвижение между большинством соседних стран, в последние годы Европа столкнулась с миграционным кризисом. Это привело к усилению пограничного контроля, что иногда создает неудобства для местных жителей, привыкших к свободному пересечению границ. Например, в 2015 году, на пике европейского миграционного кризиса, Австрия временно восстановила пограничный контроль на границе с Венгрией и Словенией. Это создало значительные очереди на границе и нарушило привычный ритм жизни в приграничных районах. Другой важный вызов – экономическое неравенство между Австрией и некоторыми ее восточными соседями. Это приводит к сложным ситуациям на рынке труда. С одной стороны, австрийские компании получают доступ к более дешевой рабочей силе, а с другой стороны, это может создавать напряженность на местном рынке труда и вызывать опасения о социальном демпинге. Фанфект. В 2011 году, когда закончился переходный период ограничений на свободное передвижение рабочей силы для новых членов ЕС, Австрия ввела систему квот для работников из Восточной Европы в определенных секторах экономики, чтобы, соответственно, защитить свой рынок труда. Экологические проблемы также не знают границ. Загрязнение рек, таких как Дуная, требует координации усилий всех стран, через которые они протекают. То же самое касается и вопросов сохранения биоразнообразия в Альпах или вокруг озера Ноэзидлязе. В 2000 году произошла экологическая катастрофа на реке Тиса, это приток Дуная, когда из румынского золотодобывающего рудника в реку попали цианиды. Это событие затронуло несколько стран, включая и Австрию, и подчеркнуло необходимость международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Культурная интеграция – еще одна сложная задача. Хотя культурное разнообразие приграничных регионов – это богатство. Оно также может приводить к напряженности. Вопросы сохранения национальной идентичности языка становятся особенно острыми в районах, где значительную часть населения составляют иммигранты или национальные меньшинства. Фанфэкт. В Каринции на юге Австрии долгое время существовали споры вокруг двуязычных дорожных указателей на немецком и славянском языках. Этот вопрос был окончательно решен только в 2011 году после десятилетий дебатов. Различия в законодательстве соседних стран создают дополнительные сложности. Это касается не только крупного бизнеса, но и повседневной жизни. Например, различия в правилах дорожного движения или в системах здравоохранения могут создавать неудобства для тех, кто регулярно пересекает границу. Хороший пример такой ситуации – это австрийцы, живущие рядом с немецкой границей. Австрии часто ездят в Германию за покупками из-за более низких цен. Однако они должны быть осторожны с некоторыми товарами, такими как лекарства или определенные продукты питания, которые могут иметь различные правила ввоза. Ну и, наконец, стоит упомянуть и о геополитических вызовах. Нейтральный статус Австрии, принятый после Второй мировой войны, иногда вступает в противоречие с ее членством в Европейском Союзе, особенно когда речь идет о вопросах безопасности и обороны. Но, несмотря на эти вызовы, Австрия продолжает успешно балансировать между своим уникальным географическим положением и европейской интеграцией. Многие из этих проблем рассматриваются не как препятствия, а как возможности для инноваций и международного сотрудничества. Австрия вступила в Европейский Союз в 1995 году, а в Шенгенскую зону в 1997 году. Это означало фундаментальные изменения в характере ее границ. Из 8 стран, граничащих с Австрией, 6, такие как Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения и Италия, также являются членами ЕСа Шенгенской зоны. Это означает, что на этих границах нет постоянного паспортного контроля, что значительно упрощает повседневную жизнь в приграничных районах. Фанфект. До вступления в Шенгенскую зону некоторые австрийские деревни были разделены границей. Например, деревня Дойччутсен в Бургенланде была разделена между Австрией и Венгрией. После вступления в силу Шенгенского соглашения, жители смогли свободно перемещаться между двумя частями деревни. Можете такое представить где-то в наших странах? Шенгенское соглашение особенно важно для маятниковых мигрантов, людей, которые живут в одной стране, а работают в другой. Благодаря отсутствию пограничного контроля, они могут свободно пересекать границу каждый день, что было бы гораздо сложнее в случае традиционного пограничного режима. Например, многие словаки, как я уже и говорила, работают в Вене и ежедневно совершают поездку на поезде, автобусе или на корабле из Братиславы. Последний маршрут, известный как Twin City Liner, стал символом европейской интеграции и трансграничного сотрудничества. Однако две страны, граничащие с Австрией, это Швейцария и Лихтенштейн, не являются членами ЕС, хотя и входят в Шенгенскую зону. Это создает интересную ситуацию, когда люди могут свободно пересекать границу, но товары подлежат таможенному контролю. Членство в ЕС также означает, что Австрия участвует в общей экономической политике Союза. Это влияет на торговлю, инвестиции и экономическое развитие приграничных регионов. Например, многие проекты по развитию инфраструктуры в приграничных районах финансируются из фонда ЕС. Fun Fact. Программа ЕС по трансграничному сотрудничеству Interreg активно поддерживает проекты между Австрией и ее соседями. Пример проект «Здоровье без границ» помогает координировать медицинские услуги в приграничных районах Австрии и Чехии. Однако членство в ЕС и Шенгенской зоне создают и определенные сложности. Миграционный кризис 2015 года привел к временному восстановлению пограничного контроля на некоторых участках австрийской границы. Это показало, что даже в эпоху открытых границ вопросы национальной безопасности остаются актуальными. Кроме того, нейтральный статус Австрии, как я уже и говорила, иногда вступает в противоречие с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Австрия должна балансировать между своими обязательствами как члена ЕС и своей традиционной ролью нейтрального посредника в международных отношениях. Но несмотря на эти трудности, членство в ЕС и Шенгенской зоне в целом рассматривается в Австрии как большое преимущество. Оно не только облегчает повседневную жизнь в приграничных районах, но и символизирует идею единой Европы без барьеров, которая особенно близка стране, находящейся на перекрестке европейских культур. Пограничное положение Австрии создало ряд особых географических и культурных феноменов. Давайте рассмотрим некоторые из самых интересных мест на австрийских границах. Начнем с так называемой тройной точки, место, где сходятся границы Австрии, Венгерии и Словакии. Это место находится недалеко от Братиславы, на слиянии рек Дунай и Марава. Здесь установлен монумент, символизирующий дружбу между тремя странами. Еще 30 лет назад это был один из самых охраняемых участков железного занавеса. А сегодня люди свободно перемещаются между тремя странами. Fun fact. Каждый год в тройной точке проводится международный пикник, где жители трех стран собираются вместе, чтобы отпраздновать европейское единство. Другое уникальное место – город Юнгхольц. Этот австрийский город можно назвать полуэксклавом. Он соединен с основной территорией Австрии только одной точкой и на вершине горы. А по суше до него добраться можно только из Германии. Это создает суперинтересные юридические и практические ситуации для жителей города. Например, жители Юнгхольца имеют австрийские номера телефонов, но немецкие почтовые индексы. Они платят австрийские налоги, но покупают товары в немецких магазинах. На границе с Лихтенштейном находится самая западная точка Австрии – община Миттельберг. Интересно, что эта община имеет особый таможенный статус. Хотя она является частью Австрии, она входит в таможенную зону Германии из-за своего географического положения. Фан фэкт – на озере Констант действует удивительная система рыболовства. Рыбаки могут свободно ловить рыбу в любой части озера, независимо от государственной принадлежности, но должны продавать улов только в своей стране. В Каринтии на границе со Словенией находится перевал Лейбл. Здесь во время Второй мировой войны был построен туннель, соединяющий две страны. Сегодня это не только важный транспортный путь, но и место памяти, напоминающее о трагической истории 20 века. Город Гмюнд, о котором я уже говорила, который находится на границе с Чехией, интересен тем, что фактически разделен границей на две части – австрийский Гмюнд и чешский Чешки-Вилиница. До Первой мировой войны это был единый город, и сегодня обе его части снова тесно связаны, символизируют европейскую интеграцию. В Гмюнде есть трансграничный парк дружбы, где проводятся совместные австрийско-чешские мероприятия и фестивали. Говоря о границах Австрии, нельзя не упомянуть об особом случае – о Южном Тироле. Этот регион, сегодня являющийся частью Италии, имеет глубокие исторические и культурные связи с Австрией. Южный Тироль был частью Австро-Венгерской империи до конца Первой мировой войны. В 1919 году по Сен-Жерменскому мирному договору он был передан Италии. Это решение разделило исторический регион Тироль на две части. Северный Тироль остался в Австрии, а Южный отошел к Италии. Несмотря на то, что Южный Тироль находится в Италии уже более 100 лет, около 62% населения региона говорит на немецком языке как на родном. После Второй мировой войны отношения между австрийцами и италоязычным населением в Южном Тироле были напряженными. Однако благодаря длительным переговорам между Австрией и Италией в 1972 году был принят второй статут автономии, который предоставлял Южному Тиролю широкую автономию в составе Италии. Сегодня Южный Тироль является примером успешного решения этнического конфликта и защиты прав меньшинств. Регион официально трехязычный, немецкий, итальянский и ладинский языки, а его жители пользуются значительной культурной и экономической автономией. Например, в школах Южного Тироля обучение ведется на немецком или итальянском языке с обязательным изучением второго языка. Это помогает сохранять культурное разнообразие региона. Отношения между Австрией и Южным Тиролем остаются тесными. Австрия выступает в роли защитной державы для немецкоговорящего населения Южного Тироля, что закреплено в международных соглашениях. Экономически Южный Тироль также тесно связан с Австрией. Многие южно-тирольцы работают или учатся в Австрии, а австрийские туристы составляют значительную часть посетителей региона. С 2011 года жители Южного Тироля могут получить двойное гражданство – итальянское и австрийское, что еще больше укрепляет связи между регионом и Австрией. Кстати, в самой Австрии можно иметь только одно гражданство. Я не проверила это, но я слышала. Ладно, не буду вводить в заблуждение. Может и нет. В общем, кто узнает, пишите в комментариях. Ситуация с Южным Тиролем является ярким примером того, как исторические границы продолжают влиять на современную жизнь, даже спустя десятилетия после их изменения. Она также демонстрирует, как культурные и языковые связи могут преодолевать государственные границы, создавая прекрасное трансграничное сообщество. Ну вот, друзья, мы и добрались до конца нашего путешествия по австрийским границам. Честно говоря, когда я начинала работать над этим видео, я и представить не могла, насколько увлекательным окажется эта тема. Знаете, Австрия – это не просто страна где-то там в центре Европы. Это как такой классный миг всего европейского в одном месте. Тут тебе и немецкая педантичность, и итальянская любовь к идеям, и славянское гостеприимство. И все это в одном флаконе. Меня больше всего поразило, как австрийцы умудряются жить на границе с кучей стран и при этом не парятся по этому поводу. Для них граница – это не стена, а скорее дверь к соседям, что ли. Утром на работу в одну страну, вечером ужинать в другую. И все это без лишней мороки. А еще знаете, что круто? То, как история переплетается с современностью. Вроде бы совсем недавно тут был центр огромнейшей империи. Потом железный занавес, а теперь чуть ли не самый яркий пример того, какой может быть объединенная Европа. А это история с Южным Тиролем. Вот уж где действительно видно, что граница – шутка непростая. Люди живут в Италии, а чувствуют себя австрийцами. И знаете, каким-то образом это работает. Что меня реально впечатлило, так это как австрийцы умудряются решать проблемы, которые возникают из-за их положения. Будь то экологические вопросы или экономические различия с соседями, они как-то находят способ договориться и сделать так, чтобы всем было хорошо. Конечно же, нельзя не упомянуть про образование. Как круто, что дети с малых лет учатся жить в многоязычном мире. Мне кажется, это реально полезный навык в современном глобальном мире. Если вы понимаете, о чем я. В общем, если вы когда-нибудь окажетесь в Австрии, обязательно прокатитесь вдоль границы. Поверьте, это реально интересно. Увидите, как меняются пейзажи, языки, кухня. И все это буквально за пару часов езды. Ладно, я больше не буду вас грузить. Надеюсь, вам было так же интересно смотреть это видео, как мне было его делать. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А в комментариях расскажите, бывали ли вы в Австрии и что вас там больше всего удивило. То есть здесь. И знаете что? После этого исследования я поняла одну вещь. Границы это не просто линии на карте. Это истории людей, это культура, их повседневная жизнь. И Австрия это как живой учебник по тому, как сделать эти границы не разделяющими, а объединяющими. Ес! Я сделала! Я записала! Два с половиной часа потратила на это. Два. 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 Продолжение следует...